Каждый нормальный житель нашего города, проезжая по дороге в сторону новых кварталов, ранее думал, что же это такое. Нормальные усадьбы из-за цилиндрованного бруса, нормальное заведение. А кто-то думал, что это место жительства лиц с достаточным достатком. Но в итоге-то оказалось, совсем другое-то дело. Это цельный комплекс очень шикарных бань по весьма недорогой цене. И это комплекс под названием «Русская усадьба». Достаточно приехать сюда. Русская усадьба. Комплекс такой есть. Шикарный комплекс, отличная гостиница, супер-мега-ресторан и, естественно, естественно, семь бань. И какие-то бани, и сейчас представлю всем. Но чтоб понятно было, что для всех и исключительно для каждого. И это не просто маленькие бани. Это то место, где вы будете себя таки ощущать весьма новым русским человеком. За весьма недорогую цену. 1500 рублей днем и чуть больше вечером. Ну понятно, стол в каждой бане. Ну понятен телевизор тут же и он большой. Далее становится непонятным. Но немаленькие телевизоры в каждой комнате. И естественно караоке. И это во всех семи банях. И естественно бассейны с подсветкой, с водопадом, гидромассажем и джакузи в каждой. А парилки. Это клево. И это топится дровами. И теперь про то, что включено. А включено здесь все. Вот помните ту самую передачу, когда мы вам рассказывали про кресло стоимостью 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов. Нормальные кресла, которые включены в стоимость бань, русские усадьбы. При этом сюда включен и бильярд. И все то, что здесь есть. То есть нет ничего такого, за что вас потребуют деньги. Вы можете посмотреть в любой комнате телевизор. И в конце концов, вот так как я, почувствовать нормальный аромат мега кресла. За 10 тысяч долларов, естественно. Да и по сути. Честно этой усадьбе я бы дал все 5 звезд. Еще честнее, круче русской усадьбы комплекса вам не сыскать. Да кто-то может представить целый арсенал из бань разных. Но здесь-то круче бань-то и нет. И не в том судьба, что вы рано или поздно попробуете все. Просто в вопросе проб у вас не будет места, где бы покруче. Да, комплексы бань разные, но везде есть свои новинки. Так что у вас не будет вопроса в том, в какую баню приехать. Приезжайте в любую. И здесь всегда будут рады вас ждать. Теперь про то, что надо попробовать. Это ресторан. Можно попробовать до бань, можно в банях, а можно и после. Да и лучше вам раз в месяц, а может и больше понять, кто вам готовит. А готовит все это не просто московский повар, а повар, умеющий кормить и президента, и премьер-министра. И вы только не подумайте, что здесь неправильные цены. Здесь правильные магнитогорские ресторанные цены и суперобслуживание. Да. Сказали мне, надо попробовать все за один раз. Это салат Кростос. Из чего он сделан, я понятия не имею из чего, но тигровые мидии это для этого делаем. Тигровые креветки, простите. И там какой-то холсткий. Соусов пробовал много. Таких не пробовал. Причем, знаете, тут вам и надо съесть то, что в окружении креветок. Потому как вот это все в соусе Кростос становится чем-то таким сногсшибательным. А соус Кростос, я не знаю, что это такое. Но попробовать-то стоит. А, ребят, что это такое внутри? По-моему, там творог есть. Вот. По-моему, еще что-то такое вкусное. Вы посмотрите, да, как это выглядело, как это делаю я сейчас. Просто сейчас едается со соусом Кросто. Это, конечно, жесть, но это надо попробовать. Я для жены заказал бани, блюда очень клевые. И мясо сделал я для жены, и попарились, и отметили Жонин день рождения. И покушали и мясо мое. И ели мы это еще мясо 4 дня дома. Но это было круто. Да настолько круто, что уезжать-то и не хотелось. А если вы в баньке попарились и поели, то можно и не ехать домой. Можно и в этих местах для тельца и отдохнуть. Кстати, на таком отдыхе в этом отеле я бы тоже поставил 5 звезд. При этом в бане вы себя не только паритесь, но в бане вообще клево. И тут таких комплексов-то много. Что касается ресторана. Повар вот такой. Зайдите обязательно попробуйте. И вообще в русские усадьбы просто необходимо съездить для того, чтобы поесть настоящие ресторанные блюда. По весьма нормальной магнитогорской ресторанной цене. Насколько я понял, цены-то в принципе не такие высокие. А если говорить про ваш уровень, то я бы сказал, что цены не московские, естественно. Не московские. Потому как я кушал в Москве и знаю, что любое из вот этих блюд, которые я сегодня покушал, это ну минимум там 100 евро, естественно, тамошних цен. Здесь цены совершенно другие. Для чего все это сделано? Для чего? Просто-напросто я вам скажу и так. И цены у вас московские. Даже чуть повыше. Но мне надо сделать так, чтобы вот это заведение. Я сюда, мы как предприятие, мы не зарабатываем. Мы не пытаемся зарабатывать деньги. Мы пытаемся, чтобы вот это заведение стало культом кулинарии, стало культом бани, гостиницы, чтобы показать настоящий сервис, европейский сервис. Чтобы любой европеец, любой гражданин мира, который в этот день приедет, он сказал, да, в России есть место, не только Москва и Петербург, или Екатеринбург, да, но и Мультогорск, провинция, где существует очень высокий сервис. Вот это я добиваюсь. Ценовая политика, если, ну, сделаю я, как бы, прибавлю я это стоимость блюда. Хорошо. Дальше что? Ну, заплатит он мне гость на 200 рублей больше. Дальше что? Мне главное, чтобы он понял, что тут есть качество, ценовая политика средняя, и прежде всего, что тут обслуживание очень высокое европейского качества.